Так, да, всем еще раз привет. Спасибо, что присоединились. Сегодня у нас интересная такая достаточно сложная тема. Мы поговорим о проекте госзатраты, особенно поговорим об API госзатраты. И рассмотрим, что это такое. Вот, и как с помощью этого инструмента можно создавать проекты по общественному мониторингу. Пару слов скажу о себе. Так, сейчас я развернусь, секунду. Да, меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вент-редактором Теплица. И в то же время я веду вебинары и делаю видеоуроки. Вебинары – это то, что вы сейчас видите. Вот, а видеоуроки я расскажу чуть позже. И у нас сегодня приглашенный спикер – это Анна Сакаяна. Она дату-журналист и аналитик проекта госзатраты. И вот как раз самое все интересное расскажет именно Анна. А я расскажу в двух словах о Теплице, если кто-то не знает. Мы общественно-образовательный проект, основная цель которого – связывать некоммерческий сектор, некоммерческие проекты, какие-то инициативы и IT-сектор. То есть мы рассказываем одних, о других. И IT-сектор рассказывает, как они могут использовать свои знания для решения общественно-важных задач, а некоммерческому сектору, собственно, как использовать технологии, интернет и так далее. Вот поэтому, если вы не видели наш сайт, заходите, читайте, смотрите, много чего интересного. Также мы записываем наши вебинары. Вы можете посмотреть это, как на нашем сайте, также и предыдущие записи найти в плейлисте на YouTube. Здесь ссылочка есть. Вы можете зайти посмотреть потом. Да, презентацию вы можете найти во вкладке «Документы», и там они могут быть скачаны вами спокойно. Так, и помимо вебинаров, как я уже говорил, я делаю такие онлайн-уроки. Это, по сути, скринкаст. Это небольшое видео, где я расскажу о том, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом. В основном это именно онлайн-сервис, то есть который работает из вашего браузера, и вам не надо ничего устанавливать на свой компьютер. Это удобно. Звука нет. Если у вас нет звука, перезагрузите компьютер. Кто-нибудь напишите, пожалуйста, в чат пока. Да. Значит, с видеоуроками тоже понятно. В принципе, это все. Да, отвечу на вопрос. Запись вебинара будет доступна, естественно. Запись можно найти как раз вот в этом потом плейлисте. Мы туда все скидываем, и, естественно, найти на нашем сайте. Вот. Поэтому, если вы хотите поделиться потом со своими знакомыми друзьями, это можно сделать легко. Но благодаря тому, что вы сегодня присоединились, и вас, даже если немного, у вас есть отличная возможность потом или в процессе вебинара поздавать вопросы. Значит, по вопросам. Вы можете писать в чат время, и в зависимости от того, как Анна, и как ей удобно, она может отвечать либо сразу, либо в конце. Поэтому я буду помогать, именно там озвучивать какие-то вопросы и так далее. То есть, а по времени это займет примерно час. Так, я думаю, что тогда я передам слово Анне. Анна, вы можете включиться. И тогда вам нужно загрузить презентацию во вкладке «Документы». Я уже загрузил тогда просто ее как бы запустить, и уже можно будет там листать. Так, а я тогда отключусь. Так, да, все отлично. Тогда Анна, предоставляю вам слово. Всех приветствую. Да, собственно, как сказал Алексей, я работаю аналитиком на госотратах, а также дата-журналистом. Ну, то есть это, собственно, некоммерческая организация информационная культура, которая, в частности, автор проекта госотраты. И основная моя деятельность связана именно с этим проектом в рамках инфокультуры. В частности, это аналитические обзоры данных мы делали по некоторым темам. Их можно посмотреть в разделе «Аналитика» на сайте нашем на госотратах. Ну, и также это, собственно, работа с базой извлечения данных по определенным признакам. Вот. О чем мы поговорим? Ну, во-первых, я расскажу о том, что такое госотраты. Во-вторых, я расскажу о том, как устроены API госотраты. В-третьих, я хочу поговорить о том, какие там могут быть подводные камни при работе с базой. И тут у меня два вспомогательных, так сказать, пункта. Что такое API и что такое JSON. В связи с чем у меня вопрос к вам. Дайте, пожалуйста, знать как-нибудь, кто уже знает, что такое API, знает, что такое JSON, с этим работал и, ну, скажем так, умеет программировать. От этого зависит, собственно, то, как я буду рассказывать, о каких подробностях и о чем, на чем делать акценты. Ну, я думаю, что да, если люди даже знают, что это такое, то, в принципе, конечно, стоит рассказать. Зависит от того, в каких подробностях. Ага, так. Ну, понятно. Немерно ясно. Так, хорошо. Ну, тогда я все-таки вкратце, видимо, расскажу, что такое API. Ага. Так, хорошо. Ну, тогда, значит, сначала, что такое госзатраты. Вот, ну, это скриншот сайта и адрес сайта. Это, собственно, сервис на основе открытых данных. Он создан автономным некоммерческим, некоммерческой организацией информационной культуры в партнерстве с комитетом гражданских инициатив. Свои данные он берет из базы портала, официального портала госзакупок. Вот там внизу адрес. И, собственно, копирует себе эту базу и дальше дает новые возможности работать с этими данными. Фактически база одна и та же, собственно. В чем различие? Чем отличается портал государственных закупок от закупок от портала госзатраты. Ну, вот здесь некоторые различия приведены. И там, и там, например, есть поиск. Но поиск на госзакупках на официальном портале работает очень медленно, потому что там очень большая база, в частности, включающая в себя тяжелые документы, скан документов, который не включает в себя база госзатрат. Вот. И, соответственно, там все очень медленно. А госзатраты ищут очень быстро. Вот. Еще один момент это то, что на госзатратах есть навигатор, который связывает между собой данные по подрядчикам, по заказчикам. заказчикам. Вот. А, например, соответственно, госзакупки позволяют искать по очень ограниченному количеству параметров. Ну, точнее, там много параметров, но связи между контрактами не так подробно выстроены, как на госзатратах. Соответственно, еще один момент немаловажный, это то, что госзакупки часто уходят на профилактику, особенно по ночам и не только по ночам. И, да, соответственно, госзатраты в этом смысле всегда доступны, база скопирована, обновляется регулярно, то есть их можно использовать постоянно. И, собственно, последний момент, ну, из приведенных здесь не единственные различия, состоит в том, что госзакупки предоставят данные только для скачивания и в формате XML. А госзатраты предлагают API, с помощью которого можно использовать эти данные в приложениях и скачивать себе определенные наборы данных, сделанные по определенному признаку. да, и, собственно, еще есть тот момент, что госзатраты это, ну, пример некоммерческого проекта, ну, негосударственного проекта в первую очередь, который выступает посредником между государственными официальными данными и их потребителями. То есть он просто делает более удобным доступ к этим данным. таким образом фактически задача государства сводится к тому, чтобы раскрыть данные, а дальше заинтересованные люди работают над тем, чтобы сделать их более удобными. Так, теперь, собственно, API. Ну, что такое API, многие уже знают, но для тех, кто не признался, что знает, я скажу об этом несколько слов. Значит, расшифровывается это как Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений. Ну, если по-простому, то это фактически предоставление канала доступа к базе данных для того, чтобы их можно было использовать удаленно и не иметь прямого доступа к этой базе. И также для того, чтобы можно было использовать данные не только вручную, как через интерфейс сайта, но и с помощью скриптов и приложений. То есть это действительно интерфейс для взаимодействия с базой посредством каких-то скриптов. Ну, вот несколько примеров, пару примеров использования API-госзатрат. вот такую карту по самым дорогим контрактам Перми сделал проект Ру-Квартал, сделал тоже не государственный проект, который создал платформу для обслуживания НУС-ЖКХ. Вот. Эта визуализация кажется была создана во время какого-то конкурса госзатрат. Соответственно, тоже на основе базы госзатрат через API сделана карта России, она интерактивная, там ее можно запустить, она показывает откуда и куда идут средства по стране, но это только в пределах 2013 года и определенные суммы контрактов. Вот. Но, в общем, оно работает. Вот. Теперь, собственно, через API мы предоставляем доступ к данным контрактов, которые представлены в формате JSON. JSON расширывается как JavaScript Object Notation. Да, и представляете собой вот такую структуру, которая может показаться невнятной немного, если не разбираться в этом, но, опять же, я сейчас для тех, кто не признался в том, что они все знают, скажу, попробую объяснить, как это устроено. Объясню на примере вот этого персонажа. Это удав из мультфильма про измерение этого удава. И, ну, как бы, мы можем его описать несколькими разными способами с точки зрения разных параметров. А вопрос был о том, да, тут спрашивают, в чем нужно было признаться. Признаться нужно было в том, что вы знаете, что такое API, что такое JSON, и, может быть, даже умеете программировать. Вот. Соответственно, для тех, кто в этом не признался, а также, может быть, для будущих зрителей, которые этого не знают, я немножко расскажу. Вот. Соответственно, вот это существо, да, этого удава мы можем описать по нескольку разных признаков. У него есть имя, у него есть цвет, сюда можно добавить какие-то еще признаки, я пока не буду, потому что времени мало. У него есть длина, которой, собственно, посвящен целый выпуск этой серии, которая представлена относительно трех других персонажей, так как мы не знаем ее абсолютного значения, но мы даем отдельным списком значения по разным параметрам. А также у него есть друзья, причем не один друг, а вот несколько. Вот. эти данные мы можем... Да, собственно, уже в том описании, которое мы только что видели, есть некоторая структура. но та структура была выражена только графически, да, выступами, отступами. А здесь уже используются специальные значки, которые, так сказать, позволяют эту структуру уточнить. здесь представлено то же самое описание, но вот с использованием этих символов. Здесь мы видим несколько видов структуры, в которых могут быть размещены эти данные внизу. Примеры этой же структуры, ну, некоторые примеры этой структуры вот в голом виде, да, то есть есть некоторые ключи или поля, у которых могут быть значения, разделенные, ну, ключ от значения отделяется двоеточием, и вот эта структура заключается в фигурной скобке. Вот, еще одна структура, это, ну, список или массив заключается в квадратной скобке. Здесь нету ключа и значения, здесь несколько значений, присвоенных одному ключу. Ну, и точно так же это все может находиться внутри друг друга. И точно так же мы можем наращивать эту структуру по мере надобности. Вот, сюда мы уже добавили всех персонажей этого мультфильма соответствующими описаниями. структура и надо сказать, что структура вот этого описания выстроена примерно по тому же принципу, что и описание контрактов в API госотрат. А именно, все в целом представляет собой словарь, в котором есть один ключ персонажа и к нему относятся два да, к нему соответственно относится одно значение, которое тоже представляет собой словарь. В этом словаре два ключа, да, они у меня цветом не выделены, но ничего, понятно, что ключи. Вот, первый ключ сообщает нам о том, сколько всего у нас описано здесь персонажей, всего их четыре, а второй ключ содержит в себе не одно значение, а целый список. И в этом списке находятся словари, каждый из которых соответствует персонажу. На что здесь следует обратить внимание, собственно, опять же, для того, чтобы проще было понять, какие подвохи могут быть с API базой госотрат, собственно, с контрактами. первое, в принципе, все персонажи описаны по одному и тому же принципу, но есть расхождение, например, у дава указана длина, а у остальных персонажей не указана длина, вообще никакие размеры не указаны. Ну, это связано с тем, что, в принципе, структура JSON допускает вот такие расхождения, то есть туда можно добавлять параметры, которые есть только у одного элемента и нет, например, никаких других элементов. Но при этом надо учитывать, что, соответственно, если в большом количестве, например, контрактов или, например, у каких-нибудь персонажей вот такое поле есть, это не значит, что оно есть у всех остальных. Ну, точно так же, например, у всех персонажей, кроме слоненка, есть указан цвет. У слоненка цвет не указан. Вот. Ну, и это совершенно типичная ситуация для тех, кто имеет дело с базой контрактов. Соответственно, тем, кто хочет узнать подробнее о JSON, я советую обратиться вот по этому адресу. Там, по-английски, но очень все понятно. Вот. А это, контракт, ну, кусок контракта, потому что он очень большой. Вот. Ну, и здесь примерно та же самая структура. Здесь мы видим контракты, и к нему, собственно, к этому ключу главному относится словарь, в котором мы тоже видим указание общего числа контрактов, ну, по этому запросу. собственно, контракты. Вот здесь в ключе data они приводятся в виде списка, и каждому списку соответствует словарь, в котором очень много параметров, ну, ключей. Соответственно, примерно то же самое можно посмотреть через графический интерфейс сайта. Вот. Тот же самый, ну, не помню тот же ли самый, но, в общем, контракт, представленный в виде графического на странице через поиск, опять же таки, на странице, вот, выглядит таким образом. То есть там все понятно, все написано кириллицей, довольно прозрачно. в чем здесь проблема? Проблема в том, что, во-первых, здесь невозможно на странице представить все, да, все контракты в развернутом виде, то есть он просто выдаст список контрактов, можно будет их вручную открывать и смотреть. Точнее, ну, да, или там, да, если мы уже внутри контракта, то он выдаст список товаров, например, которые заказали. Если это, да, еще один тот момент, что все поля, которые содержатся в базе, на странице не отображаются. Ну, их там очень много. Некоторые просто совсем непонятные даже, то есть их надо именно искать, их значение через описание, документацию на госзакупках. Вот, поэтому здесь дается выжимка и по ней можно ориентироваться, но, так сказать, API на ней ни разу не изменяет. Вот. Собственно, теперь про API госотрат сам по себе. Вот. Здесь есть ссылка, по которой имеет смысл пойти и посмотреть подробности того, что сейчас есть, как оно работает. Вот. там, собственно, есть список с описаниями поля API и пока что наиболее новые и наиболее точные API находятся в применении к работе с контрактами, с заказчиками, с поставщиками. Тут есть еще некоторые ссылки, да, вот. Но не все они столь же эффективны пока что. Мы работаем над этим, как те, которые здесь объединены красным. Вот. Если обобщить принцип работы с API госотрат, то там есть сейчас три типа запроса. Но мы сейчас говорим, соответственно, про те поля, которые были, про те типа API, которые были выделены. То есть по работе с контрактами, с поставщиками и с заказчиками. Вот. Соответственно, есть три типа запроса get, search и select. Вот. И можно увидеть, как они вставляют, ну, собственно, ну, описывают, вставляются в адрес, в адресную строку API, которая потом, соответственно, выдаст файл в JSON. Ну, так как они все довольно, ну, устроены по одному и тому же принципу, в общем, объяснять тут мало что нужно. После вот этого куска стабильного относительно каждого направления поиска ставится вопросительный знак и дальше добавляются поля. запроса, параметры запроса, в котором запрос уточняется. В чем разница между этими типами запроса? Ну, get позволяет получить информацию о каком-то конкретном поставщике, контракте или заказчике. Они выделяются по идентификатору, находятся. У каждого из них есть свой какой-то индивидуальный идентификатор. И если этот идентификатор знать, то можно получить целый развернутый контракт. Опять же, для чего это может быть нужно? Ну, потому что, например, опять-таки, если один контракт раскрыть в графическом интерфейсе, то там будут сильно не все поля, которые есть в API. и да. Нет, неправильно. Да, вопрос в том, что в чате спрашивают, есть ли смысл использовать API на госзатратах, если ничего не знать об этом. Ну, как сказать, это можно быстро узнать. То есть, это довольно просто, собственно, о чем сейчас идет речь. То есть, достаточно сводить небольшое количество вещей, после чего работать с этим будет вполне доступно. Там нет ничего сложного. Ну, и я потом еще скажу, собственно, к чему это можно применять. То есть, это не только для того, чтобы рисовать приложение или какие-то сложные интерактивные штуки делать, но и просто для того, чтобы получить себе обычную выгрузку данных в виде таблички, собственно, что мы будем делать в качестве примера в конце семинара, вебинара. вот. Ну, то есть, дальше потом с этой таблицей можно работать уже там, не знаю, в Excel, в Google документах совершенно человеческим образом. Да, значит, про GED мы поговорили, теперь Search. Search позволяет осуществлять полнотекстовый поиск по контрактам, то есть, если, то есть, там есть специальный параметр, который можно ввести ключевое слово, там, что-нибудь, например, из названия продукта, попробовать по нему поискать. Да, API будет меняться, совершенствоваться. То есть, он сейчас меняется, и потом он будет. И описание API, кстати, потом будет гораздо более подробным, чем сейчас оно там есть. Вот. Соответственно, искать полнотекстовым поиском это удобно в ряде случаев, но тут есть некоторые ограничения, которые нужно учитывать. В частности, там есть искусственные ограничения на выдачу результатов, то есть, если контрактов больше 500, то он покажет только первые 500, которые он нашел. А если мы хотим получить все контракты, то нужно дробить запрос, о чем мы поговорим чуть позже, добавлять туда дополнительные параметры, чтобы он просто в несколько приемах просматривал разные более мелкие списки контрактов. И Select не имеет ограничений на выдачу и позволяет подбирать, делать выборки по заданным параметрам. То есть, он не будет искать ничего внутри контракта, специальным поиском, результат которого нам не известен. Он будет выдавать, например, все контракты по какому-нибудь региону, если об этом попросить. Вот такие поля. Да, теперь, соответственно, описание полей опять же, можно найти вот там, где, по той ссылке, которая была раньше упомянута. Сейчас посмотрим для примера, как работает Search. Вот его ссылка сверху, ну, точнее, его адрес, так сказать, голый сверху. Да, Search по контрактам. Вот. И ниже, да, описаны возможные поля, которые можно использовать по желанию при запросе, при составлении запроса. вот, ну, здесь дается некоторая информация о том, что собой представляют эти параметры, но, опять-таки, я торжественно обещаю, что потом это будет гораздо подробнее и понятнее. Вот. А пока есть небольшой лайфхак, чтобы понять, каким синтаксисом стоит пользоваться при создании запроса, можно использовать поисковик на сайте графический. Вот. Там есть расширенный поиск, который фактически оперирует теми же полями, что и API. Вот. Если их запомнить и потом попытаться найти контракт по соответствующему запросу, то в строке, в адресной строке этой страницы будут выведутся соответствующие поля в виде, в том виде, в котором они должны выглядеть в API. Ну, вот, например, здесь мы хотели посмотреть контракты по региону, там, Мурманская область и в определенных временных рамках. Соответственно, здесь вот мы в адресе видим Data Range с указанием периода, который мы хотим и Custom Region и его номер региона заказчика. Так. А что значит? Да, спрашивают рассчитан ли сайт на индивидуальное использование или на разработку каких-либо новых приложений? Поясните, пожалуйста, вопрос, что значит индивидуальное использование? Ну, в принципе, так и так можно использовать. Так. Да, собственно, теперь пример. Пример того, как создается запрос по контрактам Search. так, соответственно, вот мы используем ту неизменную заготовку, которая уже была, и сейчас попробуем найти контракты, которых есть пальмовое масло, где покупал пальмовое масло. ну, допустим, вот так вот указывается поиск, product search через накравенство пишется в словосочетание, если оно в словосочетание, то оно пишется через плюс и вообще без кавычек на самом деле. Вот. И data range, ну, посмотрим на эти контракты с 13-го по 13-е годы. так. Опять же, не очень понимаю вопрос. Использование APIs in R это что значит? Так. Да, напомню, что search дает ограничения по выдаче контрактов, то есть, если этого не учесть, то можно получить совершенно ложную картину. В смысле, ну, почему нет? По-моему, ну, R работает с API. Я просто сейчас с R не очень дружу, я больше с Python. В том, там ничего особенного нет. Можно через него запросы делать, наверное. Вот. И, соответственно, да, еще один момент это то, что при запросе любой запрос дает ограниченное число контрактов на страницу. Соответственно, если их больше 50, то нужно листать. Листать, соответственно, путем присоединения к запросу через значок AND, вот такой параметра страницы. Дальше туда вставляется номер, соответственно. Ну, я пока объясняю, как это все делается вручную. Естественно, это все можно автоматизировать через скрипт. Вот. Таким образом, да, да, а если, да, чтобы избежать того, что мы не попали в число, то есть число контрактов по нашему запросу превышает 500, можно дробить по разным признакам. Например, делать запросы по разным ФЗ. Там есть 44, есть 223, есть 94. Потом можно делать по регионам. Это довольно удобно. вот здесь, например, выделим регион 77, Москва. Ну, и, соответственно, можно от единицы до 100, их просто перебрать для адреса, и таким образом получится результат по каждому региону. Так, вот вопрос, на который, наверное, я лучше отвечу потом. Так, соответственно, дальше. Дальше, когда мы вводим этот запрос, да, тут у меня, кстати, написаны кавычки, но, в общем, это не суть важна, лучше бы их не было. Да, когда мы вводим этот запрос в адресную строку браузера, да, мы получаем собственно контракт, и вот из него куски просто вырезаны вверху мы видим значение total, поле total, которое показывает сколько всего контрактов выдалось по этому поисковому запросу. Соответственно, 292, но на самом деле это значит, что они выдались все, вот, то есть не нужно больше торопить, вот, но при этом, как мы видим внизу, мы видим, что это страница один, и что по странице, что на странице он показывает 50 контрактов, и не больше. Соответственно, из чего мы делаем вывод, что придется торопить. Вот, ну, здесь я, пожалуй, опущу процесс обработки этого дела скриптом, вот здесь вот, собственно, я привожу ссылки на два скрипта по ключевым словам, о котором мы сейчас говорим, и по коду продукции, о котором мы поговорим чуть позже, зачем он нужен, в чем отличие от поиска по словам. И, соответственно, да, если есть желание обсудить скрипт, который, кстати, оба из них сильно упрощенные, поэтому некоторых подводных камней не учитывают, но, тем не менее, демонстрируют, как это все работает, можно будет обсудить, но это как бы по запросу, а так можно просто посмотреть. Вот, ну, допустим, мы уже запустили этот скрипт и посмотрели, да, и получили некоторый результат. Вот, в скрипте использовался поиск по ключевым словам, соответственно, в запросе API было пальмовое масло, то есть API нашел все контракты, в которых так или иначе фигурирует некое пальмовое масло. при этом да, при этом он, соответственно, показывает, да, при этом отбор, надо иметь в виду, что в контракте может быть большое количество разных продуктов куплено, соответственно, не все эти продукты могут быть пальмовым маслом, поэтому нужно перебрать продукты на предмет содержания в них чего-то с этим названием. для того, чтобы ничего не упустить, но по возможности максимальное число таких случаев хватит, использовался список слов, которые он, скрипт должен подбирать, которые, ну, по которому он должен подбирать те продукты, которые он потом выведет. Вот этот список. Ну, не очень плохое слово, надо сказать, пальмовое масло, потому что оно, как правило, обозначает таки пальмовое масло в большинстве случаев. В других случаях такого не будет, то есть есть гораздо более неприятные слова, которые выдают слишком много подобий, их довольно трудно разграничить другими словами. Вот. Получилось, у нас больше 500 продуктов по базе найти, нашлось. Вот результат показан в этой табличке, которая снизу, снизу у нее дается ссылка на открытую, можно посмотреть. Вот. А здесь мы посмотрим некоторые выдержки из этой таблички получившейся. Ну, во-первых, туда действительно вошли некоторые, туда вошло далеко не только просто пальмовое масло, которое закупали, но и продукты, которые его содержат. Причем это продукты так, например, косметические, ну, мыло там много всякого, так и питательные всякие продукты питания, там, смеси сухие, там, да, детки молочные, просто в состав которых в описании входит пальмовое масло. Да. Но при этом мы не можем, то есть мы можем сделать на основании получившейся таблицы вывод о том, что, в общем, этот поиск не очень информативен с точки зрения того, что не все продукты, которые нашлись, содержат пальмовое масло. Наоборот, нашлось большое количество продуктов, и здесь есть несколько примеров, которые, наоборот, оговаривают, что они не содержат пальмового масла. Вот, то есть здесь может быть такой подвох, что вербальный запрос, текстовый запрос, он выдает такие результаты, которые, ну, нужно потом, как минимум, очень тщательно фильтровать. Ну, можно подойти к этому делу с другой стороны. Можно попробовать поискать по кодам продукции. Коды продукции практически обязательно будут указаны в контрактах, и они, собственно, происходят из классификаторов ОКДП и ОКПД. К сожалению, у них очень похожие названия у этих классификаторов, их очень легко перепутать. Но, тем не менее, ну, как бы ими можно пользоваться, и на них можно ориентироваться, в принципе, при поиске каких-то данных в базе. Для того, чтобы понять, какие коды относятся к каким-нибудь продуктам, которые нам нужны, можно использовать внешние сервисы. Например, есть такой сервис, как HelpTender, который позволяет по слову или словосочетанию искать коды продукции. Например, вот пальмовое масло в разных видах, как оно указано в классификаторе, находится с несколькими кодами, соответственно, ОКПД. Да, код ОКДП у него только один нашелся. Вот. Ну и все эти коды мы собрали в список. Вот этот список. Вот. И как бы теперь, соответственно, нужно добавить дополнительный параметр. Да, мы теперь убираем, соответственно, из нашего запроса текстовый поиск, да, Product Search. Зато добавляем параметр ОКДП ОКПД, то есть код классификатора, код продукции. Здесь указано фигурными скобочками место, в которое он должен быть вставлен. Вот. Так как это делалось автоматизированно, там, соответственно, просто чередовали значения из этого списка, который выше. Ну, как пример, внизу, вот, да, например, с одним из кодов это выглядит так. Вот. По итогам у нас получилась опять-таки табличка. Вот. Это тоже можно посмотреть по ссылке. И там, на самом деле, гораздо меньше контрактов вышло. Там где-то порядка 30 их получилось найти по этим кодам. И мы сразу видим, что все сильно неоднозначно. То есть, что результат сильно отличается от того, что было при текстовом поиске. Текстовом поиске в основном получили продукты. Там было довольно мало закупок масла как такового. Там было больше, куда она входит в состав и даже, куда она не входит в состав. Вот. А теперь получилось так, что, да, вот коды продукции, определенные коды дали результаты. И в некоторых случаях там действительно написано пальмовое масло, да, в описании продукта. А в некоторых случаях написаны вот такие вещи. Я не знаю, видно ли, вот мне не очень видно хорошо, к сожалению, но у вас должно быть крупнее, это видно. Посмотрим. Да, здесь видно крупнее. Соответственно, да, вот слева, соответственно, код классификации, и мы видели, какие, что, собственно, эти коды взяты из классификатора. они соответствуют, ну, и чему они соответствуют, это все пальмовое масло в разных формах и, ну, так сказать, упаковках и объемах. Вот. А здесь мы видим вот масло для связки цепи, масло растительное, масло подсолнечное, заменитель молочного жира. Вот в двух случаях, на самом деле, по-моему, там больше, мы видим просто дублирование кода продукции в описании продукта. На самом деле, это довольно типичный случай, что тоже надо учитывать при поиске текста, потому что там может не быть вообще никакого текста, будет только цифра. Вот. Опять же, есть чай черный, нефасованный и так далее. То есть, какое-то отношение имеет к пальмовому маслу непонятно. Может быть, это шутка, там, опечатка. Может быть, это... Ну, в общем, мы видим очень большое количество опечаток в данном случае. Ну, или неопечаток. Вот. Соответственно, да, соответственно, в связи с этим я хочу... Да, мы посмотрели, как формируется, собственно, запрос, что с ним имеет смысл учитывать. Да, и сейчас я хочу еще немного об этом поговорить, да, то есть, подвести некоторый итог к тому, что мы уже обсудили, и сказать, какие еще есть возможные подвохи, которые тоже нужно учитывать, чтобы работа с базой была информативной, а не как бы очень неточной, пусть и удивительной. Значит, первое, многие контракты содержат опечатки. Ну, вообще в любых полях они могут задевать опечатки, там может быть название заказчика, это может быть название поставщика в адресе, в продукте, вероятно, в коде продукции. Вот, таким образом полностью полагаться на это нельзя. Ну, могут быть не только ошибки, могут быть, в общем-то, сознательные манипуляции, например, за замена кириллических букв аналогичными буквами латиницы, что тоже не позволяет искать по поиску. Вот, в общем-то, такие случаи бывают, и нужно понимать, что они есть, и нужно как бы искать дополнительные способы их обогнуть. Отсутствие текстовых описаний продуктов, есть такой момент. Вот, и вообще текстовых поля, поля могут отсутствовать. Часто бывает так, что одно и то же поле, например, ОКПД, да, или классификатор единиц измерения, имеет два, описывается двумя способами, цифровым и вербальным. Вот, вербальное описание может отсутствовать. Еще один момент, это единицы измерения. Тут есть такая проблема, что единицы измерения могут быть разные. Например, если мы ищем что-нибудь по запросу, ну, например, так было с поиском орбидола. Если мы ищем этот орбидол, то обычно контракты выдают единицу измерения штуки. Это официальное значение. только-то... А, нет, упаковки. Да, есть штуки, есть упаковки. Да, там, соответственно, были либо штуки, либо упаковки. То есть, как бы, все, в принципе, ничего, нормально, и цены у него были, соответственно, нормальные, вполне реалистичные, ну, в диапазоне. пока не получилось так, что цены начались там за тысячу, сильно за несколько тысяч. Это не то, что кто-то купил за несколько тысяч одну упаковку орбидола, это то, что единица измерения там указана была тысяча упаковок. Это тоже отдельная графа классификатора. Вот, и как бы, тоже надо понимать, что здесь нету единства, может быть, какие-нибудь такие вещи. Что еще есть? Да, классификаторы продукции. Классификаторы продукции, да, не всегда информативны. Что это значит? Это значит, что если мы хотим посмотреть на закупки какого-нибудь товара по ряду признаков, например, из какого-нибудь материала, то имеет смысл, да, посмотреть его по коду классификации, но велик риск, что там просто не будет такой градации, что материал, например, заказывается отдельно и просто, ну, используется по тому назначению, по которому используется, но там не указано в данных контрактов. Может быть, это будет указано в скане документа, но автоматизировано посмотреть его нельзя, то есть, можно так вручную проверить. то есть, да, тут скорее может быть сочетание текстового поиска и поиска по классификатору. Дальше. Как мы уже видели на примере с мультфильмами, некоторых полей может не быть. То есть, когда мы смотрим один, там, большое количество контрактов, мы не можем заранее знать, есть ли там те иные поля, то есть, если их извлекать скриптом, то лучше использовать всякие надежные методы, которые предотвращают выдачу ошибки в случае, если такого поля нет. Вот в Питоне это метод get в лоре. Так. Ограничение на результаты. Да. Соответственно, надо учитывать, опять-таки, я это уже не первый раз повторяю, но это легко забыть, что есть ограничение на выдачу результатов, запросить все еще. Это надо учитывать и разбивать. И то же самое с ограничением числа результатов на страницу. Соответственно, здесь это по любому запросу будет. Ну, если там больше 50. Вот. И еще одна проблема, которую я могу здесь упомянуть, далеко не последняя из возможных, это то, что, соответственно, там дикое количество полей в контракте. Вот. Я не знаю, в принципе, можно открыть любой контракт на госотрапах, посмотреть, или ссылки в эту презентацию. Там очень сложная структура описания и есть поля довольно очевидные, в частности, те, которые вынесены на графический поиск, а часть из них просто непонятна. то есть, чтобы найти, чтобы понять, что это поле значит, нужно идти на сайт госзакупки и пытаться там найти это в документации, которая очень, ну, скажем так, не систематизирована и находится в формате PDF, в котором нужно скачивать. Вот. Но, тем не менее, в принципе, это работает. Вот. Так, да, тут был вопрос. Так. Значит, вопрос про компанию, принимающую участие в тендере. Это в чате был задан. Да. Я думаю, что и так, и так. Я думаю, что можно использовать индивидуально и как рабочее приложение в зависимости от ваших потребностей и надобностей. Да. Соответственно, да, я думаю, что я здесь закончу. Вот. Я могу ответить на вопросы, если они есть. По идее, должен быть рассчитан. Вот. то он обычно не падает. Но я не знаю, как бы, какие у него границы, какие у него перспективы развития. В принципе, там прогресс не стоит на месте. Если я правильно понимаю вопрос, это MongoDB. можно, вполне. Вы молчали? Я так спросил, что все окей? Да, я окей, просто люди задают вопросы. Соответственно, я могу сказать, что любые вопросы очень приветствуются. Не обещаю, что я на все из них смогу ответить сейчас. Но мы в любом случае работаем над, так сказать, руководством расширенным по использованию нашего сайта. Вот, поэтому то, на что я не смогу ответить сейчас, мы обязательно включим туда. Вот, если что-нибудь непонятно, пожалуйста. А вы все рассказали, что хотели или что-то еще осталось? Да, ну, то есть у меня там, в принципе, я могу показать, как скрипт устроен, но я думаю, что это может быть не очень интересно тем, кто, скажем так, совсем не это сейчас пока в этом не разбирается. Вот. Ну, в принципе, можно его посмотреть, там он просто приводится. Может, я тогда просто пока задаю простые вопросы, как вот человек, который все-таки, допустим, как и многие, там, не очень разбирается. С чего начать? Вот, все-таки, опять же, с чего? Да, тут просто еще один вопрос есть в чате. Окей, окей. Так. Добавление полей? Нет. Можно добавлять базы, как бы, другие дополнительные, с которыми можно... Ну, там, например, есть база грантов, которая не база госзакупок, вот, но добавлять поля в контракты нельзя, потому что это просто копия базы официальных данных, все. Да, Алексей? Да, я хотел спросить еще раз, может, там подытожить, то есть, такой странный вопрос, а для чего все это нужно? То есть, опять же, это нужно для того, чтобы использовать эти данные, да, в своих проектах, либо зачем? Ну, в общем-то, да, для этого. Но, то есть, для того, чтобы людям было проще использовать эти данные в самого разного рода проектов. То есть, начиная с буквально проекта для разработчиков, ну, который делают разработчики, так, и, ну, для просто, не знаю, там, журналистов, для НКО, гражданских активистов, которые просто могут подбирать себе данные по определенным признакам, да, скачивать себе их табличку, анализировать таким образом. Ирина, там, что ты имеешь в виду подменяется API? Там, в принципе, как он недавно совсем изменился, буквально неделю назад, в том смысле, что туда добавили все поля базы, раньше были не все, теперь все, но это незаметно совершенно. То есть, запросы те же самые практически, вот, а значений больше того. Но потом будет еще меняться, в смысле, будет становиться еще лучше. Так, хорошо, я тогда пока еще вопрос задам. Окей, если человек хочет использовать API, да, для своего проекта, то есть, для начала нужно понимать, есть ли те данные, которые ему нужны, да, вот в этой базе. То есть, правильно? Да, все правильно. А как это проще сделать? То есть, именно через, как бы, веб-сервис посмотреть или импортировать и уже смотреть потом? Или это зависит от наборов данных? Ну, скажем так, я думаю, что имеет смысл, как минимум, ознакомиться с несколькими контактами вручную, просто посмотреть через поисковик, что там происходит. И, в принципе, есть данные, там же есть ссылка на JSON этого контракта, можно посмотреть, что в нем есть дополнительное, помимо того, что на сайте отображается. Вот, я думаю, что имеет смысл с разных точек зрения, как бы, подбирать. А вы можете открыть тот слайд, где вот Мапер, ну, сейчас он называется, Ру-Квартал, да, как вот они, да, на карте сделали? То есть, вы можете просто, условно говоря, просто озвучить по шагам, как они, условно говоря, это сделали? Я, честно говоря, не знаю, как они это сделали, потому что, может быть, они сделали это гораздо более эффективно, чем я себе это представляю. Но, тем не менее, вы можете рассказать хотя бы какие-то основные шаги? Например, да, соответственно, в первую очередь нам нужны данные по этому региону. Данные по определенному региону, заданному, проще всего найти через Select запрос. Здесь, по-моему, у них ограничения, то есть у них контракты стоимостью не ниже. 100 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Соответственно, Select, сейчас посмотрим. Да, я хочу просто вспомнить, есть ли там в Select, 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 да. Есть ли там, собственно, уточнение... Да, есть уточнение диапазона цен тоже в числе полей, описание. То есть есть Price Range, так называемый, собственно, его можно указать. Ну, минимум и максимум, да, там требуется указать. Соответственно, берем запрос Select, добавляем ему регион заказчика, добавляем ему ценовой диапазон, запускаем его в адресную строку, получаем некоторый список контрактов. Дальше этот список нужно, ну, обработать так, чтобы он, соответственно, показывал то, что нам нужно. То есть, исходя из того, что у нас это размещено на карте, как минимум нам нужно, видимо, узнать адреса тех организаций, которые это заказывали. То есть нам нужно при обработке этого контракта с криптом вытащить поля, в которых содержится адрес, ну, собственно, название заказчика, да. Я не помню сейчас, если нажать, на самом деле, на эту карту в интерактивном виде, то он еще выдаст дополнительную информацию по каждому, по каждой из этих точек. То есть он будет говорить, что купили там, да. То есть, соответственно, нужно вытащить, извлечь информацию из контракта еще и по этим, параметрам. Вот. Ну и дальше, дальше, я так понимаю, они сделали так, что у них по сумме контракта может быть больше или меньше. Не знаю, или что-то у них обозначается хитмапом, да, то есть желтый, оранжевый, красный. Что-то размером. Мне кажется, скорее всего, наверное, стоимость. Я думаю, да. Существует проще просто открыть в браузере и посмотреть. Ну, хорошо. То есть получается, что мы просто из базы можем брать те типы данных, которые нам нужны, и потом уже, условно говоря, там составлять финальную таблицу, дополнять туда те данные, которые еще нужны, откуда-то еще, да? То есть... Ну, в принципе, можно так. Здесь, по-моему, нет никаких других данных. То есть здесь только вот это вот. И, ну, все, они просто там... То есть они так, по-моему, суммировали, что... А, нет, не суммировали даже. То есть да, они просто к адресам и так, по-моему, приделали вот эти вот контракты, и все. Сделали еще ранжирование по, видимо, количеству контрактов на организацию. А, по сути, вот, сам процесс, вот, извлечение, он занимает долгое время, или это действительно быстро прям очень? А зависит от запроса. Вы имеете в виду, сколько работает скрипт, или сколько писать скрипт, грубо говоря? Ну, скажем так, сколько занимает просто времени, там, искать те данные, которые необходимы. Конечно, это зависит от типов данных, но тем не менее, то есть это... Ну, я не знаю, это быстро, или это там дни, там, я не знаю. Это зависит, ну, не дни, конечно, это зависит от, если имеется в виду именно работа, то есть я знаю, что я хочу получить, я пишу скрипт по этому поводу, я этот крик запускаю. Но, скажем так, работа, ну, данные вот по пальмам и маслу, каждый из них у меня, по-моему, работал, короче, по-моему, порядка одной минуты. Ну, очень быстро. Да, очень быстро. Вот, но, с другой стороны, вот, для Ирины делали, мы с Ириной, ну, с Ириной, там, делали выборку по автобусам, и там скрипт у меня работал на один год только по автобусам, даже троллейбусы не входили, два часа. Вот. Тут все очень по-разному. Так, ну, вот вопрос в чате, а я потом еще задам. Так, вопрос в чате. Ну, скажем так... Я могу представить просто услугу, что представим ситуацию, что я, например, жилец, который волнует вопрос, дороги нечищены, а мы платим налоги. Как может быть полезен сайт госотрата в этом случае? Ну, да, это хороший вопрос, но, на самом деле, все зависит от того, как представить себе, ну, скажем так, запрос... Ну, то есть, как его сформулировать относительно, собственно, контрактов, информации, которая есть о контрактах в заказчиках и поставщиках. Ну, я не знаю, как именно, но у меня есть гипотеза, что можно посмотреть данные по заказам, ну, например, по городу, и посмотреть, какие контракты заключались, например, в вашем районе, в том районе, в котором есть жилец. То есть, есть вероятность, что там что-то такое... что есть какие-нибудь договоры с какими-то компаниями, которые должны, не знаю, чистить улицу. Или закупать какие-нибудь реагенты, да, в общем, поставлять какие-нибудь реагенты, которые должны... Из чего они состоят, то, что там может быть написано, а может быть не написано. Вот. Ну, вот такого плана. То есть, зависит от того, какие конкретно вещи составляют понятия нечищены, то есть, каким образом это можно описать и что из этого можно обнаружить через базу контрактов. Вот. Так, хорошо. У меня вот такой вопрос. Ну, допустим, все эти данные используются потом в последующем в сервисах и приложениях. Естественно, наверное, что все эти данные, они автоматически обновляются, да, ведь? Ну, в зависимости от приложения, но база обновляется постоянно. Ну, база-то понятно. Я имею в виду, что, допустим, вот если смотреть на эту карту, то ведь можно подумать, что сначала импортировались данные в таблицу, а потом эта таблица визуализировалась на карте. По сути, тогда получается, что это не автоматическое обновление, да? То есть это, ну, допустим, там, возможно, придется обновлять вот эту таблицу саму по себе, там, да, каждую неделю. Либо это прямо напрямую обновляется, как только вносят изменения в базу. Я думаю, что это зависит, опять-таки, от устройства вашего приложения. Ну, то есть если вы сделали, ну, если вы сделали в формате таблицы, то, скорее всего, наверное, придется это как-то обновлять. Ну, или, я не знаю, может быть, какой-то функционал есть, например, Google таблиц, который позволяет ему самим обновляться в случае какого-нибудь скрипта. Вот. А так, ну, а зачем? Не обязательно же выгружать таблицу, можно подключить именно к той базе, которая есть, через те, собственно, параметры, которые мы задаем в скрипте. Просто приложение, он будет просто брать из базы уже готовые данные по определенным параметрам и их там обновлять. Угу. Угу. Так, вопрос еще в чате. Я пыталась выгрузить все контракты в Вологодской области из-за ограничения на количество запросов в секунду, это занимало около двух суток. То есть нужно было или писать парсер с несколькими потоками, или не выключать нот. Есть какие-то образцы парсеров, которые решают подобную проблему? Что дальше? Вот не знаю на самом деле. Вот тут это интересный вопрос, и его как раз-таки в копилку вопросов о том, что делать на будущее. Я его даже сохраню. То есть переводя на русский язык, это возможно ли использовать какой-то там скрипт или программу, которая будет быстрее работать, да, и собирать данные, которые необходимы? Так, да? Ну, да. А каким, кстати, каким вы образом пытались это выгрузить? То есть чем именно? Ну, зависит от журналистов. У меня, честно говоря, нет подборок ссылок. То есть есть, например, ссылки... У нас, по-моему, что-то не в новостях, есть на сайте. Ну, то есть на нас присылались, на нашу аналитику, в частности. Он мне чуть ли не разбалцевался, в Герческом мосту, в частности. А, ага, Питон. Ну, вот я не знаю. То есть тут надо посмотреть именно... То есть это скорее вопрос для дальнейшего описания ну, вообще работы сервиса и способов работы с ним. Вот у меня вопрос... Да, вот у меня вопрос к вопросу по поводу журналистов использования данных сайта. То есть действительно указываются источники или как это обычно происходит? То есть в любом случае, да, какая-то аналитика, она ведь на базе чего-то построена и обычно указывается? Ну, по-моему, указывала. По-моему, например, чуть ли не РБК ссылались. Я просто не очень отслеживаю эту тему. Но я думаю, что ссылаются, в принципе. А иногда, может, и не ссылаются. Так, там еще выяснил ваш объем данных. Да, это не вопрос. Так, есть ли у кого-то еще вопросы? Так, Николай пишет. Как я вижу, сложность с тобой работки данных будет связана с тем, что данные в виде текста. Есть предположение, что можно было ускорить процесс обработки закупок при импорте с заполнением дополнительных полей. Допускается ли такой функционал? Не знаю. Это интересный вопрос. Опять-таки вопрос дальнейшего развития нас. и думаю, что ответ на него последует по мере обсуждения этого развития. Тогда еще раз, а в двух словах, вот, планы развития, они есть какие-то, ну, чем их можно обозначить? То есть вот как, к чему вы стремитесь, там, в ближайшее время? Ну, как минимум, сделать CPI более удобным. Из того, что касается непосредственно меня, я считаю, что очень важно сделать ему нормальное описание. пока что нет такой возможности, потому что все занято. Нормальное описание? Ну, более внятное описание полей, более четкое описание методов его работы, как минимум. То есть еще, конечно, было бы очень здорово, если бы была нормальная документация к самим контрактам, то есть что там вообще есть. Это не совсем к нам вопрос, потому что, я говорю, это скорее публикатор сразу себя ведет в этом смысле. Но если бы были возможности, то было бы очень хорошо иметь такое описание тоже. То есть это было бы, ну, гораздо больше функционал, на самом деле, больше возможностей для поиска и так далее. А если сравнивать, например, с какими-то подобными зарубежными сервисами, то как бы есть к чему стремиться? Или уже все хорошо, то есть достаточно хорошо работает? Ну, трудно сказать. То есть я не знаю, какие конкретно сервисы вы имеете в виду. Я могу сказать, что, в принципе, у нас есть уже очень хороший материал, как минимум, чего многие сервисы, я поиск, не могут себе позволить, потому что такой открытый степоконтракт, он, как у нас в стране, мало где можно найти еще. Ну, то есть данные даже публикуются, не публикуются контракты сами, сканы документов редко публикуются. Вот. Соответственно, я думаю, просто тут разные категории. Ну, есть куда стремиться, безусловно, то есть очень много куда есть, то есть как минимум на уровне изобилити, я думаю, можно что-то сильно усовершенствовать. Но у нас просто мало бюджетов и очень маленькая команда, поэтому все делаются медленно. Да, но тем не менее, делается это очень здорово. Так, ладно, давайте еще раз спросим, есть ли какие-то еще вопросы, потому что, в принципе, время у нас уже подошло. Я очень надеюсь, что как бы вебинар был очень полезен и тем, кто сейчас смотрел, и кто будет смотреть записи, и хоть как-то более, там, прераскрыл, там, не знаю, тайну или завесу того, что это такое вообще API, как это работает. И вопрос, Анна, может быть, вы какие-то контакты оставите, и мы потом сможем на нашем сайте, там, например, мейл опубликовать, чтобы люди какие-то могли вам писать, если будут вопросы. Уже кинут мейл, на самом деле, в чатик, я могу еще раз его кинуть. Да-да, я имею в виду, что могу ли я его потом на наш сайт вместе с видео опубликовать, да, отлично. Потому что я думаю, что, может быть, у кого-то возникнут вопросы. Окей, тогда хорошо. Так, сейчас я смотрю еще. В принципе, как я понимаю, таких особо вопросов нет. Есть такие, некоторые замечания, какие-то просто мысли вслух. Ага, все хорошие. Окей, тогда я думаю, что можно заканчивать. Еще раз большое спасибо, что рассказали там об этом. Это действительно, ну, для меня, на самом деле, когда не программистов, все-таки это немного тяжело, но сейчас стало более понятно именно с этим примером про 38 попугаев. Такое, ну, в принципе, действительно понятно как-то. Вот, так что огромное спасибо. Вот, и я думаю, что, да, тогда, если будут какие-то вопросы, будут вам писать, я думаю. Спасибо.